Как часто мы совершаем необдуманные покупки? В состоянии эмоционального подъема мы, девушки, часто покупаем платье, в котором некуда ходить, шляпку, которая ни с чем не сочетается, не говоря уже о туфельках, в которых жалко выходить из дома. Это были каблуки, я очень люблю каблуки, но у меня некоторые проблемы есть, я не могу их носить. Мне очень хочется, как любой женщине, поэтому бывало, что я их приобретала, но не могла носить. Я купила шпильку выше 12 сантиметров, естественно, я на ней ходить не смогла. У меня есть, которые и красивые, и удобные. Это нужно все-таки взять обувь, которую будешь носить, а не, знаете, как говорят, что удобно только сидеть, Да, нет. Зачем? Ну, это, наверное, у всех женщин туфли, скорее всего, но я, в основном, покупаю себе туфли, которые мне удобные, я их сразу одеваю и иду, у меня нет проблем таких. Классику стараемся брать, вот классика самая лучшая. Лекция от обувного байера Ольги Ермаковой для участниц проекта «Модель X-Plus» была посвящена итальянскому производству. Как рождается смелый дизайн и узнаваемый стиль? Что обычно вкладывают в понятие «безупречное качество»? Обувь – это очень важно, и очень важны материалы, из которых она сделана. И важно, конечно, как она сделана, каким клеем, на каком оборудовании, какими руками. Так повелось, что никто не может сделать обувь лучше, чем итальянск. Не надо покупать какие-то однодневные тренды, которые через полгода выйдут из моды и все, ты не оденешь. А классика, вот старая добрая классика, она, конечно, всегда нужна, актуальна. Первые модные практики давались девушкам непросто. Выйти из привычных рамок и попробовать на себе смелые образы некоторым было очень сложно. Мы прошли фазу отторжения, фазу сомнений. Девушки все более смелые, они готовы к модным экспериментам. Каждый раз модная практика заканчивается для них новыми открытиями. В этом и суть проекта. Мы-то, организаторы, знали с самого начала, что так оно и будет. Но вот теперь девушки понимают это самостоятельно. Надеюсь, это будет им полезной практикой в дальнейшей жизни. Задание для конкурсантов сегодня – соединить в одном стильном образе одежду, обувь и аксессуары. Главное, чтобы складывался образ. Сейчас это очень актуально, то есть капсула такая. То есть сумка, обувь, курточка, блузочка. И это будет стильно, чтобы все гармонировало, чтобы все сочеталось. Вы знаете, я себя чувствую принцессой. Все девочки смотрят и говорят, такие вот чудесные сережки. Мне такой образ подобрали. Я безумно благодарна, конечно, что знакомство произошло с итальянской. Образ шикарный, мне очень нравится. В повседневной жизни бы, ну вот сама бы, я бы такой образ себе не подобрала. Но сейчас понимаю, что мне он нравится. И я чувствую себя в нем прекрасно. Мне очень нравится. Мне кажется, я такая яркая, молодежная. Мне очень нравится. Здесь такая атмосфера в магазине Ольги Александровны, владельца. Такая милая, приятная и такая вся комфортная атмосфера здесь. И вещи такие очень интересные, приятные и милые. Я думаю, что я его обязательно буду сносить, мне даже плюс 17. Мне нравится образ, который я выбрала в этом магазине. Мне кайфово. Сегодня очень хороший образ. Я сегодня классическая дама. Очень красивый. Очень попал в настроение. Весенний образ, элегантный, европейский. Вот. Я даже его приобрету. Очень нравится сарафан, который мне подобрали. Он под все подходит. В нем мы на работу. Можно пройти, в принципе, и в годы куда-то можно. Любую обувь по нему тоже можно подобрать. Я даже могу его сочетать с своими любимыми кроссовками. Второй сезон проекта «Модель Х-Плюс» близок к завершению. 19 марта у нас финал. У девушек будет выпускной. Они покажут, чему они научились. У них будет дефильер. В количестве пяти комплектов одежды они будут показывать. Но мы уже, имя Чкоп Светлана, уже начал запись на следующий, третий сезон. Открыто бронирование мест. И я всем женщинам, которые смотрят программу «Бьюти Тайм», рекомендую забронировать место себе. Редактор субтитров А.Семкин